Привет, ребят! Сегодня у нас будет лорный видосик про Странника и Вуаль. Продолжаем нашу серию видосов с подготовкой к финальной форме. Напомню, что цель этих видосов в том, чтобы рассказать самые важные сюжетные события в Destiny и рассказать немного про самых важных персонажей. Я хочу подготовить вас сюжетно к релизу финальной формы, особенно новичков, поэтому сегодня мы будем разбирать Странника и Вуаль. Как и в случае с видосом про свидетеля, мы не будем разбирать абсолютно все подробности про этих двух персонажей, вернее сущности, поскольку в этом смысла нет. Это больше касается Странника, потому что про Вуаль у нас крайне мало информации. Про Странника у нас есть много разных теорий, есть также интересная книжка лора разоблачения, которая, возможно, затрагивает немного Странника и Вуаль. Но я решил, что будет более уместно рассказать только самую важную и подтвержденную информацию, чтобы здесь было гораздо меньше спекуляций. Поэтому давайте начнем. Очень долгое время у нас в игре была сущность под названием Странник. Вуаль у нас появилась недавно, она появилась только в конце света. И это было интересным у Фатбанджи, потому что очень долгое время считалось, что пирамиды являются противоположностью Странника. То есть Странник у нас это, по сути, главный источник света, и у него был древний враг в виде флота тьмы, флота пирамид. Но с выходом Королевы Ведьмы, когда у нас Банджи раскрыли Свидетеля и постепенно стали раскрывать лор Свидетеля, стало понятно, что пирамиды — это, по сути, просто технологии предтеч, которые, да, конечно, по своей форме и по своей силе очень сильно напоминают тьму, потому что они используют силу тьмы. Но, как оказалось, они не противоположны Странника. Это у нас, по сути, Вуаль. Кто вообще такой Странник или что такое Странник? Если отталкиваться только от точных понятий, если мы исходим из известного лора и известных событий, то Странник у нас — это внепричинная сущность, которая является одним из источников света. И это, по сути, всё. То есть, да, можно, конечно, говорить, что Странник — это что-то вроде Бога, там что-то вроде очень мощной машины, возможно, даже какой-то ИИ. Но если вот эти все понятия воедино соединить, то это просто внепричинная сущность. Напомню, что внепричинность в игре — это космическая магия. То есть, это всё, что нарушает законы физики. По известным данным и событиям, то есть, по известному лору и событиям в сюжете, это у нас сильнейший и древнейший источник света. При этом у нас есть разные источники света, и про это мы тоже будем говорить. Странник — это источник аплифтинга многих цивилизаций. То есть, цивилизаций, которые получили просветление Странника и которые возвысили с помощью технологий и в будущем не только. Является де-факто создателем призраков-носителей света и де-факто самих Стражей. Это тоже далеко не секрет. Ещё в первой части, когда мы воскрешаемся, наш персонаж, нам тут же говорят, что мы Страж, вот это призрак, а вот это у нас Странник. Некоторые известные расы, которые получали просветление Странника. То есть, расы, которые посещал Странник и которым он давал технологии. Во-первых, это, разумеется, Притечи. Это раса свидетеля. И здесь, конечно, нужно отметить, что на самом деле там скорее Притечи сами нашли Странника. Но мы тоже про это мало что знаем. Мы знаем, что Притечи выживали на какой-то планетке, и потом из неё вылез Странник. Но поскольку Странник вылез и увидел Притечь, то он им тут же дал просветление. Ну, по сути, свет. Лубра. Лубра – это название скорее планеты, а расу можно назвать как жители Лубры на более простом русском языке. Эта раса тоже получила технологии Странника, процветала, и потом у них началась гражданская война. И из этой гражданки у нас вышел, насколько известный первый послушник свидетеля – это Рулк. И Ликсни, они же падшие, тоже получили дары Странника. И Ликсни были, как это сам намекал на это Странник в некоторых лорных табах, и Ликсни были любимчиками Странника. Но поскольку произошла ситуация, то и Ликсни пришлось немножко упасть. Про это мы тоже поговорим. Аммониты. Аммониты – это у нас достаточно старый лор, ещё со времён Текенкидга. Это одна из цивилизаций, которая была уничтожена Ульем, когда у нас Улей стал Ульем. И аммониты, как и другие расы, тоже получили технологии, но помимо этого они получили внепричинное оружие. Здесь тонкая грань между оружием и космической магией, но сам свет, как сила, как у стражей, у аммонитов, насколько известно, не было. Но было крайне мощное оружие. И, рассумеется, человечество. Здесь, я думаю, что говорить что-то не нужно. И как уже было сказано, в основном эти расы получали доступ к невероятным технологиям. Как именно Странник даровал доступ к технологиям – это загадка. Возможно, что расы становились просто умнее. Там появился Странник, и расы внезапно поняли, что 2 плюс 2 равно 5. И вот это всё. Вероятно, что Притечи были первыми, кого благословил Странник. И это предположение, исходя из известного лора. Странник, который появился из Земли миллиарды и миллиарды лет назад, всё-таки, да, наверное, Притечи были первой расой. И ирония в том, что эта же раса у нас в итоге станет причиной падения всех остальных просветлённых рас. Когда у нас Притечи стали свидетелем и пошли всех гасить. Помимо того, что Странник даровал технологии, его вторая важнейшая особенность – это терраформирование планет из спутников, которые раньше были непригодны для жизни. Например, это Марс, Меркурий и Ио. Сейчас мы знаем, что Странник это делает с помощью запуска луча. Это мы узнали в конце света, когда Странник нанёс удар по пирамиде свидетеля. Но если мы говорим про терраформирование, то да, это, по сути, пуск луча на какую-то планету, хотя не обязательно, и происходит преобразование этой планетки. По известному лору Странник всегда молчит и никому напрямую не обращается. То есть он просто прилетает к цивилизации, там, летит на какую-то планетку, её изменяет, даёт технологии и всё. Он молчит. По какой причине, это неизвестно. Возможно, что просто не хочет. Возможно, что просто не хочет. Возможно, что он просто не может этого делать. И мы наверняка получим ответ в финальной форме. И эта у нас фраза будет в этом видосе крайне актуальна. Многие ответы мы получим именно в финальной форме. При этом, разумеется, есть примеры, когда Странник пытался коммуницировать. Со стражем игрока Форсекине, когда мы получали новые суперы. И тогда Странник это делал через диалоги разных персонажей. То есть у нас запускали старые диалоги, чтобы с нами просто поговорить. И с вороном в сезоне Охота. С помощью снов и через Ястреба Света. Давайте поговорим о спикерах. Потому что многие могут упомянуть момент, что вот Странник разговаривал со спикерами. Они же глашатые. Они, напомню, появились у нас, по сути, после коллапса. Когда Странник даровал Стражам Свет. И появилась вот эта когорта спикеров. Хотя очень вероятно, что во время Золотого века человечества были какие-то люди, которые тоже могли якобы со Странником говорить. Якобы, разумеется, в кавычках. Вернее, говорить в кавычках. Спикеры якобы видели сны, которые были направлены Странникам. У нас есть одна книжка Лора, которая рассказывает про разных спикеров времен, когда уже появились Стражи. И там сложно сказать, что какой-то спикер мог хорошо интерпретировать то, что говорил Странник. При этом, чем дальше заходили эти спикеры, тем хуже становились сны. То есть, такой некий коннект между спикером и Странником, он становился все более слабее. Почему вообще спикеры видели сны, неизвестно. Но якобы, если вот какой-то ребенок уже видит вот эти интересные сны, то он потенциально является спикером. Его находили, его там чему-то обучали, и он становился глашатаем Странника. Последний известный спикер использовал маску, чтобы вот эту связь со Странником усилить, потому что у него со снами было все очень плохо. И один из примеров, когда Странник пытался реально коммуницировать, это до начала Красной войны Странник пытался предупредить, что будет Красный Легион. Спикеру приснился сон, как были корабли, и как Странник был в клетке. И он побоялся об этом всем рассказать, потому что начнется полный хаос. Но в итоге это предупреждение у нас былось, напал Красный Легион. Короче, загадка этот Странник. Очень интересно, но ничего не понятно. Так или иначе, с момента падения цивилизации Притечь, Странник у нас стал частью постоянного паттерна. Странник какую-то расу возвышает, они хорошо живут, и потом прилетает флот пирамид. Чтобы уничтожить эту расу, и, как правило, Странник покидает расу либо во время нападения пирамид, либо немножко заранее. С Фолинами, с Эликсни, Странник пытался... Странник улетел немножко заранее, чтобы попытаться, что называется, спасти Эликсни от грядущего вихря. Так называют Эликсни свой коллапс. Но не получилось. Поэтому в большинстве случаев раса истребляется, и все. Хотя есть, конечно, примеры рас, которые смогли пережить свой коллапс. Это как раз-таки Эликсни. Пирамиды прилетели, нанесли большой урон, но все-таки как цивилизация, как раса Эликсни сохранились. Они, конечно, сильно изменились. Они стали космическими пиратами, потому что нужно было как-то выжить. Хотя до этого момента Эликсни вполне себе были хорошенькой расой. С людьми что-то сильно поменялось. Странник решил впервые остаться с расой и дать бой Черному флоту. Почему Странник остался, это неизвестно. Была теория о том, что во Вселенной больше некуда было бежать. Она является неправильной, потому что мы знаем, что во Вселенной, как минимум, у нас была все еще активна столица Кабал Тарабатл. Она была уничтожена незадолго до событий за Гранью Света, когда Зиву Арат напал, на Тарабатл и уничтожила многих Кабал. Так, иначе во Вселенной было еще куда идти, но Странник почему-то остался. Возможно, что человечество было чем-то особенным. Возможно, оно могло использовать Свет и Тьму в гармонии, и про это мы тоже будем говорить. И Странник не просто остался, он дал людям внепричинные силы Света. То есть, если до этого Странник всегда даровал просто технологии, которые возвышали расы, то после сражения со флотом пирамид, когда Странник своего пожертвовал, чтобы отбросить пирамиды, он создал призраков, которые стали воскрешать стражей. Правда, после первого коллапса у нас Странник ушел в баиньки, ушел в коматон состояния вплоть до Красной войны и до возвращения Черного флота. Так, Странник у нас не просто остался только на первый коллапс и даровал силы Света, он остался и на второй коллапс, на решающий бой. И мы знаем, чем у нас это закончилось. То есть, Свидетель у нас победил, по крайней мере сейчас, и открыл портал в Блетное Сердце Странника, которое у нас будет в финальной форме. Если вы думали, что Странник — это большая загадка, то, поверьте, Блетное Сердце — это еще большая загадка. Как на сайте Bungie написано описание этой локации, здесь трещит по швам сама вечность, здесь нет ничего постоянного, здесь нас преследуют отзывы нашего прошлого, и здесь вам откроются истоки Великой Войны. Это у нас что-то вроде какого-то измерения, которое как-то принадлежит Страннику, то есть вообще непонятно. И в Блетном Сердце у нас находится источник Света. Мы это знаем, поскольку Витнесу нужен Свет, чтобы добиться финальной формы. И тут, конечно, вопрос, что мешало свидетелю просто выкачать Свет со Странника, видимо, этого не хватит и этого не поможет. То есть нужен именно источник. И откуда мы это знаем? Витнес говорил во время своей первой коцены в Эчквине, что ключ в твоем Блетном Сердце. То есть Блетное Сердце у нас — это, видимо, то, что принадлежит именно Страннику. Поэтому это, конечно, выглядит очень дико, что вот у Странника есть такое вот, такая вот карманная мелкая вселенная. И для доступа к этой, пока что мы назовем это карманная вселенная, там, не знаю, сингулярность, нужна была вторая часть — это вуаль. То, что у нас является еще большей загадкой, чем сам Странник. Что такое вообще вуаль? Как и Странник, это у нас внепричинная сущность, которой очень много лет, которая тоже является одним из источников внепричинной силы. Только в данном случае это не Света, а Тьмы. По известным данным и событиям, это древнейший источник Тьмы. Наверняка он является и сильнейшим, но про вуаль мы почти ничего не знаем. Поэтому будем только предполагать. И как у нас говорила Асса в Сезоне Глубины, когда рассказывала нам больше про Свидетеля, Странник и вуаль — это две половины одной сущности. Они раньше были вместе и их потом разделили. Что касается предыстории вуали, то ее мы уже, по сути, затаргивали в видосе про Витаса, поэтому давайте это все повторим. Вуаль у нас была найдена впервые притечами. То есть притечи у нас оказались такой очень гигачатской расой. Они первыми во Вселенной, видимо, нашли Странника. Они во Вселенной первыми познали Свет, и они же у нас первыми нашли вуаль и познали в итоге Тьму. Когда притечи уже очень многое изучили про Свет и про Странника, они нашли вуаль. И изучение вуали и Тьмы, по сути, привело к тому, что притечи у нас стали, назовем это, плохими персонажами. Через вуаль они узнали, что Свет может не только создавать жизнь, но и нести кучу разрушения. Тогда же у нас притечи для себя лично сформировали концепцию финальной формы. Это избавиться от страданий. Это сделать Вселенную идеальной по своему шаблону. И чтобы это сделать, притечи нужно было усилить свою связь со Светом и Тьмой. Особенно со Светом. И чтобы это сделать, нужно было соединить Странника и вуаль, чтобы явно открыть портал в бледное сердце Странника. И притечи попытались это сделать. На своей родной планете они пытались соединить Странника и вуаль, чтобы пересобрать реальность. Но у Странника были другие планы на этот счет. Он покинул планетку и все. Можно предположить смело, что с тех пор, когда притечи пытались законнектить вуаль и Странника, вуаль была во власти Светителя на одном из кораблей пирамид. То есть буквально пока у нас Светитель гоняет за Странником, он вуаль таскает с собой, чтобы ее соединить со Странником. Правда, во время коллапса людей вуаль была даже не предположительно, а точно на корабле пирамиде от того из послушников Светителя это Незарека. Незарек у нас, как известно, возглавил нападение Черного флота на Странника в Суточной системе, чтобы победить Странника и приконнектить вуаль. И вот именно во время этого момента Странник у нас остался. Но это не все. Во время коллапса королева ведьма Саватун она предала Светителя. Она убила Незарека и вуаль спрятала на Нептуне. Почему именно Нептун? Видимо, Саватун знала, что там будет флот людей-колонистов, поэтому она оставила вуаль именно там. И с тех пор у нас вуаль располагается на Нептуне. Если быть точнее, то Неамуна. Это, правда, конечно, никак не помешало Свидетелю в конце света добраться до вуаля через нашего призрака и открыть портал в Блитное сердце Странника, но это у нас является фактом. Что же у нас происходило на Неамуне с вуалью и не только? Во время коллапса, или немножко позже, здесь у нас тоже нету прям точной информации, вуаль была обнаружена колонизаторами исхода Индиго на Нептуне. Группа ученых во главе с Майей Сундарыш и Хиомой Эси стали исследовать вуаль. Что-то вообще такая за штука. И если какой-то ученый касался вуали буквально рукой, то он умирал, потому что наступала буквально мгновенная смерть мозга. Экзо, которые тоже были учеными, они испытывали состояние, которое напоминало DER. DER у нас это, как он расшифровался, диссертативное отторжение экзоразума. Когда Кловис Брейк создавал экзо с помощью своих технологий, то там происходила ситуация, что экзо внезапно сходили с ума, потому что люди, у которых переносили сознание, они понимали, что они находятся в теле робота, они понимали, что им не нужно ни есть, ни пить, ни спать. И это их пугало и сводило с ума. И они из этого, конечно, отмирали и просто, по сути, вырубались. С вуалью было то же самое. То же самое. Майя и Хиома, чтобы хоть как-то пытаться изучить вуаль, разработали прототип, чтобы принимать и интерпретировать разные излучения вуали. То есть, как видите, пускай у нас вуаль является внепричиной силой, сущностью, то есть что-то вроде космической магии, здесь у нас в ход вступает технология, чтобы просто изучить эту сущность. Этот прототип был что-то вроде интерфейса, и он работал как оркестр с центральным кондуктором. То есть, ставились там разные столы, там стулья, в них рассаживались разные ученые, и был самый главный, который всем, по сути, управлял. И первые тесты, разумеется, были провальными, все ученые просто умирали. И тогда Майя решила провести эксперимент с первыми подопытами Экза. То есть, Экза, которые были уничтожены, Экза, у которых стерлась память. Таким образом, она обратила все технологии наоборот, и опыт удался. То есть, получилось законнектиться с вуалью, и уже до этого момента Майя, она слышала голос, который говорил ей, что вот эта штука, это The Vale, вуаль. Вскоре люди тоже научились соединяться с вуалью, и они стали получать гораздо больше информации. Так или иначе, рано или поздно Майя решила законнектиться сама, и ее вуаль убила. Есть, на самом деле, гораздо больше информации по поводу вот этой истории. Она в игре рассказывается через сообщение о Муне, рядом с вуалью. Я решил упомянуть самые важные моменты. Мы не будем здесь разбирать то, как у нас появилась Лакшми 2. Не будем разбирать все вот эти вот ученые штуки, которые разбирали Асирис и Нимбус. Мы разобрали самое нужное. Теперь, когда мы поговорили про Страника и про вуаль, разумеется, будет крайне объективно и логично поговорить про природу света и тьмы. А то как бы свет и тьма, это, конечно, круто, но что это вообще такое? Здесь один важный момент. До выхода за гранью света, я бы сказал бы даже до выхода сезона прибытия, у нас был очень простой взгляд на природу света и тьмы. Свет у нас это добрая сила, сила очищения и просветления. И тьма у нас это злая сила, это сила осквернения и упадка. Странник у нас является кондуктором света, и пирамиды у нас являются кондуктором тьмы. На тот момент Банжи именно так подавали вот эту всю историю. В Шеду Кипе, когда мы обнаружили пирамиду на луне, она воспринималась как злая сила. С другой стороны, уже тогда у нас вышла книжка лора разоблачения, и уже тогда мы поговорили со тьмой, де-факто со свидетелем. И уже тогда возникали вопросы, что, возможно, тьма, конечно, и злая, но у нее есть некоторые подвохи. И мы знаем, что Эрис Морн у нас уже тогда получила силу стазиса. Она просто раскрылась именно за гранью света, но Эрис получила тьму еще очень-очень давно. Как игроки, мы тоже воспринимали тьму как исключительно злую силу. Хотя, конечно, и были разные там тоже лороведы, там разные игроки, которые воспринимали тьму как силу, которая является далеко не злой. И в лоре у нас тоже были некоторые персонажи, которые рассматривали свет и тьму просто как силы. Например, это Улантан. Персонаж, который рассматривал силу и тьму... Сори, рассматривал свет и тьму как две силы, которые были равны. Асирис, который не особо любил тьму, но у него были вопросы к страннику, и он в нем всегда сомневался. Через какое-то время, когда мы стали получать гораздо больше лора про свет и тьму, особенно в Lightfall, когда у нас появился Стрэнд, наше понимание света и тьмы стали расширяться, чтобы в итоге мы смогли узнать и сформировать. Свет — это внепричинная сила, которая связана с жизнью и созданием. И основная, так скажем, фича света в плане философии — это разнообразие и комплексность. Манифестируется свет через энергию молнии, через энергию солнца, через энергию пустоты и терраформирование странника. И как это объяснял тоже Асирис, терраформирование странника — это физическая трансформация на маникулярном уровне. То есть свет у нас связан с физической силой, и свет у нас — это все вещественное. тьма — немножко другая история. Тьма у нас — это тоже внепричинная сила, но она связана с эмоциями и памятью. И в отличие от разнообразия и сложности света, тьма у нас — это простота. Манифестируется у нас тьма, как вы знаете, через энергию статиса, энергию нити, кошмары, которые были на Луне и на Левиафане, глубина зрения и резонанс. Хотя тут, конечно, можно еще упомянуть грибы сезона видения на том же Левиафане. То есть тьма у нас связана со всем метальным, со всем разумным. Если свет у нас — это, грубо говоря, тело, то тьма у нас — это разум. И если вот раньше мы считали, что у нас именно странник является главным кондуктором света, а пирамида является главным кондуктором тьмы, то теперь у нас свет — это странник, и тьма у нас — это вуайл. The veil. При этом важно понимать разницу между технологиями и внепричинной силой. Внепричинная сущность тьмы и света дает доступ к разным технологиям. Например, у света у нас это были притечи, которые познали свет, и они же с помощью света могли террафирмировать разные планетки. Это очень тонкая грань, и здесь скорее можно сказать, что это была скорее космическая магия, но все-таки это, наверное, лучше обратить в сторону технологий. Те же аммониты, которых я уже упоминал, они использовали оружие света. Такое более четкое определение в технологии у нас было у Эликсне и у человечества. Человечество у нас создавало там новые движки, там создавали корабли вроде Исходы, с помощью медицины люди стали жить гораздо дольше, и Эликсне, скорее всего, то же самое. У Тьмы у нас это были притечи, потому что они использовали вуаль. Это же были люди, которые создавали Экзо. Это важный момент. Когда Клобис Брей нашел статую женщины на Европе, он получил де-факто доступ к, назовем это, энергии Тьмы. Но чтобы в итоге создать Экзо, которые работали, ему также понадобились Вексы. Но это другая история. Очень вероятно, что у нас это еще Ули, который как-то утилизировал Тьму как технология. Возможно, даже ту же саму магию Ули. Но некоторые во Вселенной могут использовать свет и Тьму, чтобы ломать законы физики. То есть это внепричинные силы. И тут примеров будет гораздо меньше, потому что про них вы сами все знаете. Свет у нас это носители света. Это Стражи и Сияющий Рой. Это когда ваш Страж кастует Супер, или когда, допустим, ваш Призрак кого-то воскрешает. Это нарушение закона физики. Это у нас космическая магия. У Тьмы у нас это, разумеется, свидетель. И тут и силы внепричинные, и технологии. Разумеется, это Стражи. Мы. Потому что мы можем использовать Стренд, Стадис и другие силы Тьмы. И также, возможно, Улей. Потому что Улей у нас с Тьмой так или иначе был вполне себе связан. Кардинальное отличие между Светом и Тьмой – это то, что Свет нужно получить в дар, а Тьму нужно выбить самому. Странник у нас даровал Свет сам. И особенно это касается силы Света. То есть, можно, конечно, узурпировать Свет, допустим, те же технологии, да? Но все попытки, как правило, проваливаются, либо они наказываются Странникам. Красная война, когда Гоул пытался украсть Свет, и он это сделал. Странник проснулся, и Гоула просто разобрал, потому что Света нужно получить в дар. В той же Красной войне Ашер Мир проводил, простите, эксперименты на Ио со Светом, чтобы его можно было как-то синтезировать, но тоже не получилось, потому что получался Свет, но на фоне Света реального он был так себе. С Тьмой гораздо проще. Тьму, конечно, можно получить в дар, как было со Стазисом, но там у нас была история со Свидетелем. На деле Тьму нужно выбить. То есть те же Притечи, они изучали Тьму сами, против Воли Вуали, хотя мы не знаем, как именно у нас Вуаль регировал на то, что Притечи ее изучали. Так или иначе, Стренд мы получили, потому что мы его забрали сами. И мы, конечно, Стазис получили в дар, но мы получили в дар, что называется, бета-версию. И у Витнеса была цель, это нас осквернить. И в будущем у него это получалось, когда в итоге Стражи становились темными Стражами и помогали де-факто Свидетелю победить Странника и не только. Также Свет и Тьма отличаются в том, как их можно использовать и в каких кондициях. Свет можно использовать только тогда, когда у кого-то есть с ним связь. И вот эта связь может обрушиться. Это если сковать Странника, как у нас было в Красной войне, или если сковать Призрака, как у нас было, например, в сезоне Избранной, когда Призрака Завалы завалили Псионы, и Завала тут же потерял коннект со Светом. В некоторых моментах связь со Светом, она может усилиться. Это фрагмент Странника в лесу, в черном, на ЕДЗ. И это колодцы света. Это не ульта Варлока, это вот колодцы света, которые дают вам гораздо больше энергии света. Ну, по сути, улучшают КД ваших обилок. Тьму, в отличие от света, можно использовать когда угодно и где угодно. То есть, какие-то кондукторы вам не нужны. Да, у нас, конечно, во время Биом Флайт был осколок Тьмы, когда мы получили стазис, но когда его сломала Эрмис, наш Страж, что называется, закастовал Тьму внутри себя. То есть, здесь какой-то призрак, насколько известно, нам не нужен. И связь с Тьмой, как и со Светом, может где-то усиливаться. Например, не Амуна, потому что там была вуаль, и Стрэнд – это бипродукт вуали. То есть, Стрэнд появился, по сути, только из-за вуали. Мы нашли вуаль и стали ее использовать. И Европа с помощью сплинтеров. Тоже далеко не секрет. И, как я уже говорил, у нас свет манифестируется солнцем, молнией и пустотой, и тьма у нас манифестируется стальцем, глубинным зрением и нитью. Что же у нас касается именно Стражей? Стражи, учитывая весь известный лор и сюжет, это уже больше спекуля, хотя скорее больше аналитика, Стражи являются у нас носителями света по той причине, что их выбрали для воскрешения призраки, которые были созданы странником. При этом Стражи являются носителями тьмы изначально, так как сама тьма является фундаментом всего ментального, как и свет является фундаментом всего физического. Свет есть во всем и вся, как и тьма, но из-за кондукторов, вроде призраков, Стражи имеют связь с манифестациями света. То есть даже условный улей, который у нас... Давайте не улей, а даже условные, не знаю, там, вексы или, допустим, кабал, у них есть какая-то частица света, потому что они имеют тело, и это у нас момент вещественный. Но поскольку у Стража есть кондукторы света, то они могут использовать свет не только потому, что он есть и потому, что он является их частью, а они могут использовать свет как внепричинную силу. И это очень важный момент. Но почему мы можем использовать тьму как внепричинные силы? Очень возможно, что дары Странника позволили Стражам использовать тьму как внепричинную силу. То есть использовать манифестации тьмы. И здесь тоже важный момент. У нас Осирис умеет использовать Стренд, хотя у него света, по сути, больше нет. Именно внепричинного света. Потому что была убита Сагира и свой коннект со светом-непричинным Осирис у нас потерял. Более того, у нас есть пример Элси Брей, которая может использовать Стазис, хотя она не является носителем света. И здесь тоже есть один интересный момент, про который я буду говорить в самом конце с Элси Брей, но вообще по хорошему тьму может использовать каждый. То есть не только те, кто у нас является Стражами. И как уже было сказано, свет у нас может усиливаться. И он же у нас может быть подавлен. Подавлен, если Страж находится в зоне концентрации тьмы. В игре у нас это темные зоны. Зоны, где ваше воскрешение ограничивается. И если был подавлен источник света. То есть либо Странник, либо, соответственно, призрак. С тьмой такого нет. Тьму можно использовать всегда. И более того, Стражи у нас изначально имеют большую устойчивость ко всем элементам тьмы, которые оскорняют. Например, за гранью света, вернее, не за гранью света, а в Лори Вичквина, когда Стражи изучали, почему стадис у нас стал слабее у Стражей. Это, кстати, сделали Банжи Ряна каноном. Когда мы получили стадис, он был сильный. И потом он стал слабее. То есть нерфы в ПВП это стало каноном. Одна из причин Стражи использовали эффективно свет, свой внутренний, чтобы контрить стадис, любую силу тьмы. Конечно, да, у нас есть примеры Стражей, которые оскорнялись тьмой. Там тот же Дреджин Йор или, допустим, Стражи в темном будущем Элсибрей. Но по природе своей Стражи имеют большую устойчивость. В итоге финальная форма Свидетеля, насколько мы это знаем, это вселенная в идеальном состоянии. То есть когда все будет идеально, все будет скучно и неинтересно. Но если мы говорим про Стражей, то теперь, когда вы послушали вот эту всю историю про Странника Вуаль, про свет и тьму, и когда мы увидели геймплей финальной формы, я думаю, что вы прекрасно понимаете, что вот эта розовая штука у нас является финальной формой. То есть это состояние, во время которого Страж объединяет вещественное и ментальное. Мы можем использовать отдельно стазис, мы можем использовать отдельно, допустим, Солнце, но вот это новое состояние Супера это, по сути, микс вещественного и ментального, то есть микс света и тьмы, чтобы у нас был в итоге розовый подкласс, который является манифестацией и света, и тьмы. Про Элси Брей, почему я ее вот так упомянул? Помните, у нас в трейлере был голос женщины? Конечно, будет крайне, будет очень уместно предположить и наверняка это правда является верным, что та женщина это у нас на самом деле Странник, но что, если это какая-то версия Элси Брей? Потому что мы знаем по лору, что Странник у нас, Элси Брей, буквально заточила во временную петлю. И каждый раз, когда Странник проигрывает в войне света и тьмы, Элси Брей у нас перекидывается в далекое-далекое прошлое, когда Кейтс только-только становится авангардом хантеров. И в сезоне Серафим, Осирис и Элси задумывались, а почему вообще Элси у нас находится вот в этом цикле постоянном? Осирис предположил, что Элси Брей является важной частью плана Странника, важной частью плана Странника. И в конце концов, именно Элси Брей у нас сподвигло наших Стражей переступить вот эту черту Света и Тьмы, чтобы мы в итоге познали Тьму. Тогда это был статис. Так что, кто знает, возможно, Элси Брей – это манифесация Странника? Всякое безумие может быть. Как-то вот так. Вот такой, ребята, видосик про Странника Вуаль. Да, и последний момент, чтобы уже точно все завершить, то, что мы имеем доступ к возможности соединять Свет и Тьму. Две причины – это Странник и Вуаль. Потому что Странник нам даровал Свет, а Вуаль у нас является, видимо, первым источником Тьмы. То есть и статиса, и особенно Стрэнда. Вот такой, ребята, теперь уже точно конец видосик про Странника Вуаль и про Свет и Тьму. Если вам зашел лорный видос, разумеется, ставьте лайки. Чем больше лайков, тем больше я понимаю, что видосы лорные можно и нужно делать. И что будем разбирать дальше? Посмотрим. Будем смотреть. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok